В прошлый раз мы разговаривали о теории мемов, то есть таких, не люблю это определение, единиц культурной информации, которые размножаются и передаются от человека к человеку, от мозга к мозгу. А сегодня я расскажу вам о том, что на основе этой теории можно объяснить все, что происходит с человечеством последние лет 400. Ну, вы, наверное, догадываете, что когда говорится «я могу объяснить все», это некоторая гипербола, да? Если кто-то говорит это со звериной серьезностью «я могу объяснить все», можете считать, что это все, лженаука, так далее. А вот если я так улыбнусь, скажу «ну я все могу объяснить», тогда все нормально. Мемы — это единицы смыслов, которые обладают свойством. Когда один человек подхватывает мем, он его крутит в голове, а потом ему очень хочется передать этот мем кому-нибудь другому. Кого-нибудь тоже этим заразить. И тогда он ведет себя так, чтобы эта зараза, этот мем, таки пересел к другому в голову. Без этих заразных идей не было бы вообще никакой культуры. Но заразные идеи мемы могут быть двух типов. И оказывается, что эти два типа мемов, два типа заразных идей, определяют структуру общества, в котором они могут существовать и размножаться. И оказывается, что вся история последних 400 лет человечества, а может и больше, до какой-то степени объясняется в контексте изменения фазового перехода от мемов одного типа к мемам другого типа. Если у нас будет испорченный телефон, я говорил одно, а вы про бузину, а вы, значит, послушали-послушали и стали говорить про дядьку следующему кому-то, то это никакие не мемы, это так, случайные сообщения, шум информационный. Теперь возникает такая штука. А как добиться того, чтобы мемы хорошо воспроизводились? Есть, как пишет все тот же нежно любимый мною Дэвид Дойч, ровно две модели, по которым мемы могут воспроизводиться устойчиво. Первая модель называется у него статической моделью. Что это значит? Да все очень просто. Если у вас есть идея, то ваш последователь должен передавать ее без искажений. А вы, если вы являетесь чьим-то последователем, должны передавать без искажений. Ну а чью идею вы передаете, он тоже должен был передавать без искажений то, что получил от своих предков, от своих праотцов, от своих основателей, пусть даже легендарных. Это не важно. Главное, ничего не должно меняться. Традиция есть высшая ценность. Любое действие, любой смысл оправдывается тем, что так жили наши предки. В этом весь смысл нашего существования, в том, чтобы сохранить образ жизни, в том, чтобы сохранить смыслы, сохранить культуру, сохранить идеи, сохранить образ действия и так далее. Вот тогда мы живем осмысленно, мы храним ту великую ценность, которую мы, так сказать, приобрели из глубины веков. Если мы живем таким образом, то что делается в обществе? Допустим, есть человек, который хорошо копирует то, что было в прошлом. Допустим, это может быть изложение вероучения. Или это может быть изложение некой идеологической концепции. Или это может быть, например, хорошее воспроизведение модной в свое время музыкальной темы. Как бы то ни было, общество поощряет этого человека. Оно говорит ему, ну ты крут. Ты идеально поймал ту самую идею, которая существует вот уже более века, и ты можешь ее воспроизводить как надо. Дадим тебе денег. Поднимем тебя по социальной иерархии. Если это идея политическая, дадим тебе власть. Если это идея религиозная, дадим тебе сан. Если это идея культурная, назначим тебя лидером культурных мероприятий каких-нибудь. И человек расцветает, у него появляются деньги, время, ресурсы. Да, в общем, в личной жизни у него все хорошо, потому что окружение позволяет выбирать и детей воспитывать. И в плане идейных последователей у него тоже много, потому что они все принимают его идеи. Все здорово, он продуцирует то, что было до него, и передает потомкам, а потомки передают дальше, и культура остается статичной и, в общем-то, не развивается. Ну, за исключением небольших изменений, медленных-медленных, которые никто не замечает или делает вид, что не замечает. Тихонечко развитие идет, конечно. Это одна модель. Есть вторая модель. Вторая модель отличается принципиально. В ней говорится так. Нам? Ну не то, чтобы все равно, что было в прошлом. Нет, мы уважаем наших предков, но мы не собираемся их копировать. Они жили 25 лет в среднем. Мы не хотим жить 25 лет. У них не было машин. Мы не хотим остаться без машин. Да, они не могли уехать никуда из своей деревушки. Мы все-таки хотим путешествовать. Но нам и чего мы хотим. Мы хотим сделать что-нибудь такое, что нам нравится. Дворники, например, для машины, которые сметают со стекла воду. Есть конкретный человек, который их изобрел и потом, по-моему, 20 лет судился с Фордом, который их, грубо говоря, украл. Вот. Но, тем не менее, он это сделал. А Форд у него украл, потому что это было круто. Теперь не нужно было протирать стекло. Теперь можно было ездить в дождь. Всем стало хорошо. Да, он патент не заплатил, там еще что-то такое. Но это понятно было, что это был гениальный мем, который здорово поднял качество автомобилей. Все. Все стали копировать. У всех машин есть дворники. Кто-то когда-то изобрел. Вот это пример мемов, которые работают по совершенно другому принципу. До того тряпочкой протирали или еще как-то. А тут раз и пришло решение электрическое. Все. Оно больше никуда не уйдет. Но пока не придумают что-нибудь лучше. Может, найдут какие-нибудь плазменные очистители для стекол. Значит, мем живет в той мере и размножается в той мере, в какой он соответствует реальности. То есть, он ухватывает что-то очень важное и ценное, что мы поняли о реальности. И в силу этого все хотят его скопировать. Все хотят делать именно так, наиболее эффективным способом. Итак, две модели размножения мемов. В одной модели тебя поощряют за то, что ты соответствуешь традиции. В другой модели тебя поощряют деньгами, почетом, уважением, чем угодно. За то, что ты придумал что-то такое, что всем сделала жизнь лучше. Эти две модели совершенно несовместимы друг с другом. Почему? Дело в том, что первая модель предполагает медленное развитие. Она не поощряет выскочек. Потому что тот, кто придумал что-то новое, следовательно, отошел от старого. Если он нарушил заветы отцов, то кто он такой? Его надо репрессировать, грубо говоря. Ну, жестко или не жестко, это вопрос второстепенный. Но как бы то ни было, его не надо поощрять. А в нашей ситуации с динамическими мемами, если кто-то начинает повторять что-то, настаивать на старой технологии, например, запретим ГМО, потому что мы тем самым искажаем идею, которую мы унаследовали от наших предков и их предков, и их предков, и вообще, может быть, чуть ли не от Господа Бога, да? Ну, как же можно искажать? Нельзя. Все, не будет никаких ГМО, и у нас в стране их запрещают. Ну, в значительной мере. Вот это ситуация с эстатическими мемами. Динамические мемы не могут сосуществовать с эстатическими. Почему? Если есть... Представьте, что есть два общества. В одном обществе доминируют статические мемы, в другом динамические. Что происходит? Статическое общество очень гордится собой, оно ровно, стабильно живет, у него хорошая, так сказать, иерархия, все как надо, но динамическое общество быстро развивается и набирает экономический потенциал. Дальше что происходит? Дальше эти из статического смотрят, а что это у них там живут лучше? А давайте нам сюда машины, дворцы, автоматы Калашникова, что там еще есть, компьютеры, да? Все, давайте сюда. А за счет чего? А у нас что, ресурсы есть на то, чтобы это покупать? Ну, немножко есть. Лучшим людям мы купим. Худшие обойдутся. Они у нас худшие. Да? Тогда эти худшие начинают смотреть на это общество и говорить, а что это мы тут сидим, в яме? Поехали туда. И начинается волна беженцев там или еще что-нибудь. То есть эти общества существуют в таком режиме. Динамическое общество – это вечный соблазн для статического общества. Поэтому динамическое общество – это угроза для самого существования статического общества. И поэтому статическое общество будет стараться уничтожить динамическое общество, пока оно маленькое. Так и происходило всю жизнь человеческой цивилизации. Например, возникли какие-нибудь там афины древнегреческие. Там возникла на время динамическая жизнь такая. Новые идеи, так сказать, все обсуждали, как это можно понять. Там что-то, новые какие-то принципы управления, еще что-то. Ничего, собралось там Спарта, еще кто-то там и притушили отчителек. Не надо коптить. Потом были другие вещи, там Венецианская республика, и опять же тоже не очень надолго хватило. А вот 400 лет назад случился фазовый переход. Ну, так мне кажется. Я так надеюсь, что он случился. Динамическое общество, образовавшееся в рамках проекта просвещения после возрождения европейского, оно обрело такую силу, что вырвалось вперед над статическим настолько, что уже его, так сказать, так просто шапками не закидаешь. И сейчас мы живем в эпоху, когда происходит фазовый переход. То есть все больше обществ вокруг переходит из статического состояния в динамическое. Почему? Потому что динамическое, что называется, людям лучше. Хотя при этом, конечно, переходящие нередко сожалеют. Как же так? А как же наши отцы? А их заветы? И вот отсюда эта шизофреническая ситуация, например, с исламскими мигрантами в Европу, которые, с одной стороны, хотят жить как в Европе, а с другой стороны, тащат с собой свое исламское наследие, да, вот это вот древнее. Собственно, его можно было бы модифицировать. Ну, можно было бы модифицировать. В конце концов, верить можно и в Аллаха, да, но модифицируйте, да, приспособьтесь. Нельзя. Писание есть, да, священный текст есть, очень трудно приспособиться. А если начнешь как-то реинтерпретировать, свои же и закидают, и уже не шапками, а камнями. Так что статическому обществу динамическое очень опасно. А динамическое опасно статическому. Вопрос в том, что мы сейчас все 400 лет, которые начались с эпохи Просвещения, мы живем в состоянии как бы постепенного расширения динамического общества. Я считаю, что это совершенно ключевой этап в развитии цивилизации. Может быть, этот пузырь динамического общества, новая фаза, снова схлопнется. И снова все погрязнет на долгие годы в статике. Может быть, мы разовьемся, и в конце концов статическое общество постепенно нивелируется. Это не значит, что культура будет уничтожена. Она останется в своем каком-то небольшом кругу существования, что называется, в семье где-то, где-то в музее, где-то еще. Но мы перейдем на новую фазу развития, дающую нам непрерывный рост. В этом смысле, может быть, Россия, именно Россия, именно наша страна, находится сейчас в самом ключевом таком положении. Именно у нас сейчас проходит борьба вот этих вот двух обществ наиболее остро. Почему? Потому что весь период последнего века, 20 века, мы пытались вырваться из статического состояния, в котором мы были прежде, в динамическое состояние, и делали это очень странными, порой шизофреническими способами, в том числе с использованием совершенно архаических технологий. Но пытались. Поэтому мы вышли в космос, поэтому освоили ядерную энергию и много чего еще. Но, но, сейчас есть ощущение, что маятник качается в обратную сторону. Ведь вспомните, Россия — это 2% мировой экономики, это 2% мирового населения. Если эти 2% перейдут со стороны динамики на сторону статики, то баланс изменится на 4%. А это очень серьезно. Это очень серьезно, если учитывать, что динамическое общество — это как раз тот самый золотой миллиард, которым нас периодически пугают. Это как раз и есть те страны, которые пошли по пути развития. Пойдем ли мы по этому пути? Это зависит от нас. Субтитры создавал DimaTorzok